Добрый день всем! Максимум возможного за эти 10 минут это раскрытие данных по конфликту интересов. И так, несколько слов касательно лучевой терапии в Дании. Итак, в нашем отделении на самом деле есть только 8 клиник в Дании, которые проводят лучевую терапию. Это все государственные клиники. Клиника Херлев – это одна из двух клиник, которая обеспечивает лучевую терапию в столице. Мы находимся недалеко от Копенгагена. Вы считаете, что это большое радиологическое отделение? У нас проходит порядка 3000 пациентов в год. И у нас 9 аппаратов, включая одну систему ЭТОС и 9 ЛИНАКов. И так, в сентябре 2019 года мы провели лечение первого пациента в мире. Это была первая онлайн-адаптивная платформа на основании системы консулочевой КТ. И после этого мы провели лечение более чем 300 пациентов, используя онлайн-адаптивную лучевую терапию. И сейчас у нас есть опыт лечения более чем 350 онлайн-адаптивных сессий или сеансов. И как вы видите здесь, большинство пациентов, которых мы пролечили на данный момент с онлайн-адаптивной лучевой терапией, это были пациенты с раком лучевого пузыря. И нужно сказать, что это группа пациентов, которых мы, скажем так, очень удобно увеличивать питьевые и сетевые границы с первого дня. И мы, соответственно, можем улучшить их качество, их терапии в случае онлайн-адаптивных методик. Если говорить о онлайн-адаптивных методиках. Итак, почему же мы говорим об онлайн-адаптивных методиках для пациентов с раком лучевого пузыря? И даже несмотря на то, что мы говорим нашим пациентам, собственно, прожить мочевой пузырь и так далее, но достаточно сложно понять, насколько ваш мочевой пузырь наполовину пуст или наполовину полон. И здесь просто один пример. И, соответственно, имеется некая возможность того, что мы можем уменьшить границы 5-10-ТВ, если мы проводим онлайн-адаптивную лучевую терапию. И на этой таблице слева вы видите наши стандартные границы на ИГРТ, это 5-10-ТВ. И далее, используя онлайн-адаптивную терапию, нам нужно брать только интерфракционное различие. Соответственно, получается, что мы можем существенно уменьшить и держать эти границы. И справа сверху вы видите два примера. Мы видим ПТВ-объем на ИГРТ. Он показан светло-синим. И ПТВ при использовании онлайн-адаптивного подхода. Это темно-синий цвет. Соответственно, при использовании адаптивной лучевой терапии у пациентов с раком лучевого пузыря мы можем сокращать, соответственно, границы на первой фракции. А потом проводим констолучевую КТ. И после этого мы оцениваем и получаем более пациент-специфичные границы, которые мы используем в дальнейшем, для дальнейших фракций. Если посмотреть сюда на некоторые данные, здесь мы видим объем ПТВ у наших пациентов на ИГРТ и объем ПТВ у адаптивных пациентов, у пациентов на адаптивных планах. И анализируя эти данные, мы видим, что мы достаточно существенно уменьшаем облучаемый объем примерно на 45%. И это, естественно, имеет очень серьезный эффект на объем, который мы облучаем. То есть теперь мы, скажем так, слезаем шкурку с яблока, скажем так, а не с апельсина, если можно так сказать. И уже сегодня мы слышали, что 83% пациентов, соответственно, пролечивается на адаптивных планов. У наших пациентов мы используем адаптивный план в 99% случаев, и это неудивительно. Когда мы уменьшаем, сжимаем эти границы, мы должны использовать адаптивный план, поскольку у большинства случаев мы не можем охватить, скажем так, малыми границами. Нам нужно адаптировать план для того, чтобы уменьшать, скажем так, сокращать границы. И если мы не выбираем адаптивный план, не используем адаптивный план, мы можем, скажем так, не попасть при облучении туда, куда мы планировали. И, соответственно, мы видим стандартный план, как выглядит референсный план, как выглядит текущая анатомия. И вот здесь мы видим то, что мы, используя адаптивный план, мы обеспечиваем адекватный охват зоны облучения. И благодаря существенному снижению объема облучения мы получаем большие преимущества для органов риска, сравнивая референсный план и адаптивный план. И здесь мы видим некоторые данные для, соответственно, прямой кишки и толстого кишечника. Когда мы переходим с обычного ГРТ на адаптивную технологию, мы видим различные параметры, которые показывают на существенное снижение токсичности. И мы надеемся, что это также будет доказано в одногрупповом исследовании второй фазы, когда мы включаем пациентов. И набор будет в августе-сентябре. Мы ожидаем одобрения Датского этического комитета на проведение этого исследования. Но мы получаем достаточно выраженное снижение дозиметрических параметров, как вы видите. Мы, собственно, можем получить еще один важным параметром. Об этом также мы уже говорили, об этом Патри говорил. Это, соответственно, время лечения. В нашей клинике мы видим, что медиана адаптивных сессий составляет менее 40 минут. И таким образом, сегодня, менее 40 минут, извините, соответственно, мы проводим адаптивную сессию без присутствия онколога. И, соответственно, ранее требовалось присутствия онколога, соответственно, но отсутствие онколога позволяет нам, это нам открывает возможности по использованию стандартной фракцинации на платформе ИТОС. И назначаемая доза у большинства пациентов с раком пузыря составляет 2 грей на фракцию, у некоторых пациентов 6 грей на фракцию. И не было бы возможно лечить этих пациентов, используя наши МРТ или НАКИ, где сессия занимает существенно больше времени и требует присутствия онколога. Таким образом, это не очень подходит для использования схем с более длинной фракцинацией. Соответственно, это схема, которая приспособлена именно для подхода с гипофракцинацией. Вот пример. Мы еще не лечили такие пациенты. Это пациенты с раком прямой кишки, с раком анального отверстия. И мы видим, что мы здесь хотим показать, что мы действительно должны включать этих пациентов в клинические исследования, поскольку здесь суть в том, что ситуация не такая, скажем так, драматичная. И в такой ситуации мы не видим такого существенного уменьшения границ, как по сравнению с мочевым пузырем. Мы можем уменьшить границы до элективной области, области положительных лимфоузлов. На данный момент мы еще не можем сокращать границы для первичной опухоли, благодаря тому факту, что она не видна, из-за того, что она не видна на КТ. Также будут проводиться одногрупповые исследования второй фазы, где и группа таких пациентов, сейчас на группе таких пациентов мы ждем одобрения опять же юридического комитета. Два предыдущих примера – анальный рак и рак мочевого пузыря. Мы говорим о снижении токсических проявлений, но также имеются другие клинические сайты, в частности, рак головы и шеи несет большой потенциал со стороны ИТОС для снижения токсичности и также деэскалации дозы. И этот пример, который я хочу показать, имеет также очень большой плюс со стороны системы ИТОС. Справа мы видим диагностическое КТ пациента с компрессией позвоночника и спинного мозга. И, как правило, мы обычно используем специализированное КТ с фиксацией пациента, с тем, чтобы получить во время лечения ситуацию, в которой был получен снимок. В этой ситуации мы, соответственно, проводим контрольный мишень и план лечения на диагностическом КТ без необходимости, без использования специального, скажем так, покрытия на деку стола. И благодаря системе ИТОС мы можем посмотреть на те структуры, которые мы получили на диагностическом КТ. И далее мы можем принести эти данные на изображение, полученное на консулучевом КТ. И, соответственно, можем прямо на столе провести реоптимизацию и плана для этого пациента. Это вот показано здесь. И все еще есть некоторые проблемы с точки зрения рабочего процесса по созданию корректного синтетического КТ. Но пока мы еще не реализовали этот подход в клинике. Но я думаю, что мы также создали некоторые положительные моменты для нашего пациента, чтобы пропустить отдельное диагностическое КТ. И КТ, привязанное, скажем так, к лучевой терапии, то есть, соответственно, пациентам могут использовать диагностическое КТ и диагностическое МРТ. И дальше мы можем строить планы на основе полученных данных, таких полученных данных. И, резюмируя, можно сказать следующее. Итак, конечно, проведение онлайн-адаптивной лучевой терапии влияет на возможности и ресурсы в клинике. Наше время адаптивных сессий составляет порядка 14 минут. Но это, естественно, варьирует, как Патрик уже говорил, зависит от пациента и от используемых адаптеров, и от персонала, который, собственно, проводит эту терапию. В Дании у нас достаточно, скажем так, ускорителей. У нас нет проблемы с этой точки зрения для того, чтобы проводить онлайн-адаптивную лучевую терапию для наших пациентов. Даже со стандартной фракцинацией, фракционированной. Но это отличается от МРТ или НАКов, в котором мы можем использовать пациента только с более короткими лечебными курсами. Но суть в том, что на системе ИТОС адаптивные сессии могут проводиться нашими техниками. И это зависит, конечно, от правил в стране. И, возможно, в некоторых ситуациях просто требуется присутствие врача во время терапии. Естественно, онлайн-адаптивная лучевая терапия несет существенные дозиметрические преимущества по сравнению со стандартной терапией. И это, опять же, зависит от того, насколько вы готовы уменьшить границы. Это зависит, конечно, от пациента и от клинической локации. Но, скажем так, вам нужно хотеть уменьшить границы. И для того, чтобы иметь возможность это сделать, вам нужны данные по применению онлайн-адаптивной терапии. И, соответственно, получить данные, что при этом не ухудшится контроль за ростом и развитием опухоли. И нужно так сказать, что добавление онлайн-адаптивной лучевой терапии некоторым образом вносит вклад в процесс бюджетирования лучевой терапии. То есть мы не должны просто предлагать онлайн-адаптивную терапию всем пациентам, но нужно, скажем так, понимать, когда она должна приняться наиболее эффективно. То есть, соответственно, у онлайн-адаптивной терапии имеются определенные клинические преимущества и определенные плюсы непосредственно для пациентов. И в нашем сайте мы оцениваем пациентов с анальным раком и раком мочевого пузыря. И есть целый ряд клинических исследований в всем мире, в котором изучается роль адаптивной лучевой терапии. И мы должны вместе определить ее применимость. И также нужно посмотреть на прочие преимущества, кроме сокращения токсичности и улучшения локального контроля за опухолью. То, что я вам показал в своем презентации. И на этом я хотел бы поговорить, в частности, группу клиники Херлев, которая работала с этой системой. И я, соответственно, представляю результаты их работы. И у нас также замечательное сотрудничество и дисциплинарное сотрудничество между врачами, радиологами и физиками, как с точки зрения клинической практики, так и с точки зрения проведения исследований. И я думаю, что это тоже чрезвычайно важно для того, чтобы онлайн-адаптивная терапия нашла свой путь к пациентам. И я хотел бы также болеть Метроадаптивный интеллиженс консорциум.